В этом выпуске расскажем самые свежие новости при Ангаре, Запайкале, Монголии и Китае. Всем здравствуйте! Студия Аналесик. И вот, что мы покажем в ближайшие минуты. Красота сибирского соболя, мягкое золото при Ангаре пойдет с молотка. В Иркутске впервые состоится международный пушной аукцион. Афера не удалась. Фальшивомонетчицы, которые планировали развернуть свою деятельность в Иркутской области и Бурятии, задержаны в Чите. В стенах Университета культуры и искусств в Монголии прошел отчетный концерт студентов, приехавших из Китая. Крупный улов на северо-востоке Китая стартовал ежегодный сезон зимней рыбалки. Впервые в Иркутске состоится международный пушной аукцион. Мероприятие запланировано на март 2017 года. А пока ведется сбор заявок. Организаторы готовят лот и мех соболя. Один из самых ценных среди пушнины. Как ведется сортировка и куда потом отправится мягкое золото Сибири, расскажет Туяна Немаева. Внутри коробки мягкое золото. Охотник с 30-летним стажем Михаил пришел сдать более 50 соболей на первый международный пушной аукцион. Он пройдет в Иркутске, который состоится в марте 2017 года. Михаил рассказывает, добыча соболя – тяжелый физический труд. Раньше приходилось везти шкуры в Санкт-Петербург на единственный пока в стране пушной аукцион. Доставка товара за свой счет. Охотник в тайге находится там до 9 месяцев. Это подготовка путиков, ловушек, бензин, снегоходы, боеприпасы. Все это ломается. То есть затраты у охотника очень серьезные. Если сравнить с временами Советского Союза, когда средний соболь стоил 120 рублей, это была средняя зарплата месячная. Сейчас один соболь, особенно до повышения курса доллара, стоил 2 тысячи рублей, 3 тысячи рублей. На данный момент охотники и промысловики сдали более 25 тысяч шкурок соболя. Большое поступление ожидается в феврале-в начале марта, когда закончится сезон охоты на этих зверей. На складе специалисты сортируют шкуры. У соболей выделяют по госстандарту 10 разновидностей меха в зависимости от цвета, высоты, плотности и других характеристик опушения. Самый шелковистый, густой, нежный и теплый мех у баргузинского соболя. Это самый востребованный и ценный сорт. Каждой шкурке специалист присваивает штрих-код. Беркование для охотника – одно из самых ответственных моментов, так как принадлежность товара можно определить только по штрих-коду. В нем указываются идентификационные номера аукциона, поставщика пушнины, партии и соболя. В замену охотник получает документ, на основании которого он сможет отслеживать, по какой цене продается его пушнина. 95% от суммы получает охотник, 5% – аукционная компания. Кстати, ее учредителями в Иркутской области стали непосредственно охотники и поставщики. Организаторы рассказывают, Иркутск – самое подходящее место для пушного аукциона. Приангария имеет выгодное географическое расположение и издавна является центром охотничьего хозяйства. Иркутская область традиционно поставляет 15% всего соболя России. Это около 80 тысяч соболей ежегодно. Также действует факультет охотоведов, кузница кадров в отрасли охотничьего хозяйства. Самое главное – аукцион даст возможность для всех заготовителей пушнины, жителей малых коренных народов получать за свою добычу достойную оплату. Обратить внимание в большинстве своем именно на охотника, на первое лицо, которое добывает соболя в нелегком труде. И предоставить этим людям наиболее благоприятные условия для реализации своих трудов на международном уровне. Ожидается, что в лотах будут выставлены 150 тысяч соболей. На аукцион заявились более 50 покупателей из Италии, Англии, Америки, Германии. Также ждут участников из Гонконга, Японии, Южной Кореи. Покупатели в основном крупная компания меховой индустрии. Закупают партии шкурок для изготовления одежды и головных уборов. Но на аукцион могут заявиться и обычные жители. Уроки английского с носителем языка. В Устилимск приехала гостья из Америки. Она не только занималась воспитанниками экспериментального лицея, но и провела занятия для педагогов. Почему Шейла Гарви приехала именно в Устилимск, расскажем в следующем материале. Уроки иностранного языка с преподавателем из Америки. О таком мечтают многие школьники. Ученикам научно-образовательного комплекса повезло. Очаровательная и улыбчивая. Шейла Гарвих старшеклассникам подход нашла сразу. Теплые отношения, интересные задания. Тут любой заговорит по-английски. Сама Шейла признается, уровень знаний устилимских ребят ее впечатлил. В Сибирских морозов не испугалась, а в Америке много мест, где тоже холодно. Тем более, что она всегда хотела побывать в Сибири. Такая встреча стала возможной благодаря дружбе. Она всегда хотела приехать в Устилимск, потому что мы знакомы уже 22 года. Я тоже учитель, и я всегда хотела увидеть Татьяниных учеников и узнать побольше о школе. И мне очень интересно узнать, как выглядит русская система образования в сравнении с американской. Сами школьники такому шансу тоже рады. Стараются как можно больше пообщаться с иностранной гостьей. Для нее подготовили целый концерт, демонстрируют свои таланты. Танцуют, поют и читают стихи, как на английском, так и на русском. Мы очень благодарны ей, такой путь, такая дорога. Я хочу сказать, что мы знакомы 22 года, меняются политики, меняются президенты. Но люди продолжают дружить, и может быть это своего рода такое подтверждение того, что дружба, любовь, отношения вне политики. В русскую школу, можно сказать, окунулась с головой. Ведь кроме уроков, несмотря на плотный график, провела и курсовую подготовку для устилимских педагогов. Кроме этого, Шейла привезла много методической литературы. Те книги, по которым обучают английскому, как второму во всем мире. У нас есть замечательная возможность попрактиковать наши знания английского. И действительно набраться много опыта. И услышать, как действительно говорят настоящие интелли языка. И это очень полезно для нас. Язык – это первое. А второе – это изучение культуры. И изучение любой культуры – это делает человека гражданином мира. Это важно. Новости Иркутского региона прозвучали. И сейчас эфир «Середины земли» продолжает чета. Медали Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени награжден Гладышев Виктор Яковлевич. Вера, расскажите, за что именно отмечен наш земляк? Анна, здравствуйте. Указ подписал президент России Владимир Путин. Награжден дробильщик отделения рудоподготовки одного из горнодобывающих предприятий. Кроме того, за заслуги в развитии культуры и многолетнюю плодотворную работу, почетной грамотой президента награжден директор Агинского национального музея имени Цибикова Батужаргал Гамбажапов. И к другим новостям. В честь сотрудниками полиции задержаны жительницы Дальнего Востока, подозреваемые в сбытии поддельных пятитысячных купюр. У женщин изъято почти полмиллиона фальшивых рублей. Все подробности далее. В ходе оперативных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Забайкальскому краю получили информацию, что на территории Читы две женщины сбывают фальшивые купюры. Ими оказались 57-летняя жительница Хабаровска и ее 27-летняя подельница из Приморья. По столице Забайкалья женщины передвигались на автомашине. В основном злоумышленницы расплачивались фальшивками в аптеках и продуктовых магазинах на окраинах Читы. И за несколько дней успели сбыть 24 поддельные банкноты номиналом 5000 рублей. Подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции. В ходе досмотра принадлежащего им транспортного средства полицейские обнаружили тайник с фальшивками. В нем находилось 97 купюр с признаками подделки на сумму 485 тысяч рублей. Все фальшивые банкноты отличаются высоким качеством изготовления и имеют водяные знаки и микроперфорацию. В настоящее время подозреваемые находятся в ИВС. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 Уголовного кодекса «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Ранее одна из женщин отбывала наказание за участие в организованном преступном сообществе на территории Хабаровского края. В дальнейшем обе фальшивомонечисы планировали распространять поддельные банкноты в Иркутской области и в Республике Бурятия. Вера Садулина, середина земли, Забайкальский край. Новогодний карнавал и импровизированное интеллектуальное шоу для школьников. Работники нашей телекомпании проверили, насколько хорошо второклашки знакомы со сказкой Александра Сергеевича Пушкина «Золотой петушок». В эти дни в преддверии Нового года в Читинских детских садах и школах проходят праздничные елки. Второклашек гимназии номер 4 ждали не только танцы и конкурсы от новогодних героев, но и небольшой интеллектуальный батл от сотрудников нашей телекомпании. По случаю наступающего года красного огненного петуха, ребятам предложили ответить на несколько вопросов по сказке «Золотой петушок». У царя сыновей было! Ребята наперебой отвечали на все заданные вопросы. Было видно, что с произведением Пушкина они знакомы хорошо. Легко могли декламировать целые абзацы наизусть. Негде в 39-м царстве, в 30-м государстве жил был царь Дадон. С молодым был в Розен он. И соседям то и дело наносил обиды смело, но под старость захотел отдохнуть от ратных дел. Дети сейчас меньше читают, чем раньше. Дети предпочитают компьютеры, телефоны. Ну и тем не менее мы читаем. Читаем во внеурочное время, на внеклассном чтении, на уроках литературы. Дети любят читать. Детям интересно. А как Пушкин может быть неинтересен? Он в любом возрасте интересен. И в детском, и во взрослом. Каждый раз читаешь, и в определенном возрасте что-то новое узнаешь. Второклашки продемонстрировали крепкую литературную подготовку. Ну а тем, кто подзабыл сказку от классика, предстоящие длинные новогодние выходные дадут шанс лишний раз взять в руки книгу. Символу года наверняка польстит интерес к его персоне. СОООО! Антон Матушевский, Анна Хвостова. Середина земли. Забайкальский край. Спасибо, что в эти минуты были с нами. На этом блок новостей Забайкальского края завершен. О событиях Монголии готовы рассказать наши коллеги из Улан-Батора. Мирослава, здравствуйте. Премьер-министр Монголии господин Эрдене Бат заявил, что с 1 января 2017 года в ночное время электроэнергия для населения страны станет бесплатной. Расскажите, с чем связано такое решение правительства и во сколько обойдется казне. Спасибо, Вера. Приветствуем зрителей программы в Бурятии. Да, действительно, такое решение было принято в ходе заседания Национального комитета по уменьшению загрязнения воздуха в Монголии. На реализацию этого проекта будет выделено 5 миллиардов тугриков. В рублях 125 миллионов. Ну а теперь расскажем о других новостях Монголии подробно. Меховая выставка «Зимняя сказка» в Улан-Удэ. Весь мутон по 15 тысяч рублей. Скидка на все 60%. С 26 декабря по 8 января в музее имени Сампилова. Дарим радость и добро. По инициативе столичной администрации в Монголии прошли благотворительные елки для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Подробнее об этом готов рассказать Соксайхан. В новогодних елках приняли участие тысячи детей из 9 районов и 19 благотворительных фондов Монголии. Поздравить ребят с наступающим праздником приехали их родители, опекуны и почетные гости. На базе лагеря Нейрам Дал Дружба организаторами была создана по-настоящему сказочная атмосфера, пара чудес и исполнения желаний. Если мы видим радостного ребенка, для нас это и есть настоящее счастье. Всему нашему молодому поколению желаю счастья в наступающем году и с удовольствием объявляю, что новогодний праздник официально открыт. С сегодняшнего праздника целый год ждали дети с ограниченными возможностями сироты и те, кто живет без попечения родителей. Я благодарен нашему миру, что поддержал это мероприятие. Благотворительная елка для детей-сирот проводится в стране уже в 58-й раз. В эти дни они становятся свидетелями новогодних представлений, конкурсов, получают сладкие подарки и много положительных эмоций, чего им так не хватает. Цок Цайхан, Энгчжин, Середина земли, Монголия. Дружеские отношения между Китайской Народной Республикой, Внутренней Монголией и Степной страной с каждым годом развиваются не только в политической, социальной и экономической сферах, но и в творческом секторе. На днях в Университете культуры и искусств в Улан-Баторе состоялся отчетный концерт. Так студенты Баян Джавхлан и Нарс выразили признательность и благодарность своим монгольским наставникам, которые помогали молодым талантам из Китая овладеть профессиональным музыкальным мастерством. Также в отчетном концерте приняли участие настоящие профи, свои владелы артисты, приехавшие из Внутренней Монголии, и Китайской Народной Республики, и, конечно же, студенты, и преподаватели факультета музыки и танца нашего университета. Я учусь в Университете культуры и искусства на вокалиста. Сегодня во время концерта прозвучал эстрадные песни. Я хочу поблагодарить своих педагогов на Сантохтох и их детях и весь коллектив нашего университета за помощь в подготовке концерта. В течение двух лет я выучила песни на разных языках, стилях. Сегодня исполню композиции на русском, английском, жаз, блюз и впервые спою песню известного монгольского композитора Болхжава. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Далее к международному выпуску программы «Середина земли» присоединяются наши коллеги из Китая. Дадзе Хао, о каких событиях вы расскажете? Дадзе Хао, здравствуйте! Конечно, о самых заметных и интересных событиях, связанных с Китаем. В студии Игорь Злотников. В Пекине прошел финал второй Всекитайской Олимпиады школьников по русскому языку. В ней участвовали около тысячи учащихся более чем из ста школ разных регионов Китая. Жюри из преподавателей вузов России и Китая выбрала 30 финалистов. О том, какие испытания им довелось пройти, в сюжете далее. Под зажигательную песню о родном городе десятиклассница Мэлия из Урумчийской школы номер 12 представляет традиционный сензианский танец. На сцене актового зала Пекинского объединенного университета один из конкурсов финала Всекитайской Олимпиады по русскому языку. 30 финалистов должны исполнить песню, представить рассказ на заданную тему и ответить на вопросы жюри. Дети замечательные и по содержанию их рассказы просто поражают иногда. И я думаю, что эти ребята сделали очень такой значительный и важный шаг в своей жизни, чтобы войти в эту вселенную русского языка и культуры. Организаторы Олимпиады для школьников делают очень большое и очень важное дело. И я уже вижу, что за тот год, что прошел после первой Олимпиады, возрос интерес у многих директоров школ, это очень важно, у родителей, у учеников. И я думаю, что благодаря этому русский язык-школа тоже получит новый, такой очень хороший, сильный толчок для своего развития. Наша школа запустила преподавание русского языка в 2004 году. И сейчас 323 школьника из 2300 изучают русский язык. Мы хотим дать этим школьникам хорошую платформу, чтобы они в будущем получили блестящую карьеру с помощью русского языка. В финале Олимпиады специальными премиями также отметили лучших школьных учителей, преподающих русский язык. Сегодня в Китае русский изучает более 5000 школьников. Лучше всех им владеет 16-летняя Дзиньминь из Чанчуньской школы иностранных языков. Именно она и стала победительницей Олимпиады. Всекитайская Олимпиада школьников по русскому языку организована Китайско-Российским комитетом дружбы, мира и развития, Московским государственным университетом, Русско-Китайским фоном развития культуры и образования. В составе жюри профессоры и доценты из МГУ и Пекинского университета иностранных языков. Это уже вторая подобная Олимпиада, и с этого года она будет ежегодной. Нюкэ, Си-Си-Ти-Ви На северо-востоке Китая в провинции Цзи-Линь стартовал ежегодный сезон зимней рыбалки. Этот регион славится древними традициями рыбного лова. Рыбаки там до сих пор при троллении неводом используют лошадей. Что удается поймать таким способом, узнали мои коллеги. Такой крупный улов может стоить больше, чем хороший автомобиль. В прошлом году самую большую рыбу, пойманную на озере Чагань, продали на аукционе почти за 120 тысяч долларов. В этом году рыбаки хотят побить рекорд. За удачу китайцы готовы хорошо платить. В древней рыбацкой культуре большая рыба была символом урожая, и люди верили, что рыбак, который поймал ее, будет процветать весь год. В период зимней ловли для рыбаков день начинается рано и заканчивается поздно. Руководитель группы выбирает место, где предположительно может быть хороший клев. Рыбаки закидывают в сети и в конце дня с помощью лошадей вытягивают улов. Мои лошади очень сильные. Я хорошо их кормлю в течение всего дня. Посмотрите на них. Рыбацкая культура в провинции Дзилинь насчитывает больше тысячи лет, но хороший улов был здесь не всегда. Местные жители до сих пор помнят трудности в 60-х годах прошлого века, когда экосистема озера была нарушена в результате неконтролируемого промысла. Сейчас специалисты внимательно следят за тем, чтобы подобное не повторилось. Конструкция рыболовной сети сделана таким образом, чтобы ловить только взрослых рыб. При этом мы не используем никаких современных приспособлений для ловли рыбы, которые повлекли бы за собой нарушение экосистемы. Рыбаки прекрасно понимают, баланс экосистемы сейчас – залог хорошего улова в будущем. Поэтому часть денег, вырученных с аукциона, вкладывают в различные мероприятия по охране экологии не только самого озера Чагань, но и прилегающих к нему районов. Юлия Куц, СИСИ-ТВ О других событиях мы расскажем в следующих выпусках. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова